Реконструкция набережной, как заявлено, закончена. Я, конечно, не понимаю, с какой целью положен асфальт. Это что? Автомагистраль, это что? Трасса Таврида. Строительство велось с нарушениями, потом строители покинули объект. Такое впечатление, что мы в данный момент находимся в каком-то карьере, где только что взорвали породу, и вот этот камень валяется. Ну, самое небезопасное, что можно оставить на набережной после ремонта. Вам нужно пройти вот такой небольшой тоннель страха. Всем привет! Совсем недавно на моем основном канале вы видели видео про прекрасный курортный поселок Семиис. Да, отдых здесь просто великолепный. Воздух целебный, море ласковое, теплое. И многие из вас выбрали для своего отдыха именно этот курортный поселок. Но те, кто сюда приезжал, знают, что здесь были определенные проблемы с пляжем. Ну что, начнем обо всем по порядку? Весной 2018 года здесь, в этом поселке, была начата реконструкция центральной набережной. И закончиться эта реконструкция должна была в октябре 2020 года. Вот то, о чем я говорю, что многие из вас, кто приезжал сюда на отдых Семиис, кто выбрал этот прекрасный курортный поселок, были вынуждены етиться на маленьком кулачке пляжа возле Скалы Дива. Я говорю вам правду. Об этом, ребята, огласит вот эта вот табличка. Да, эта табличка сохранилась. Реконструкция набережной, как заявлено, закончена. На набережной еще стоит тяжелая строительная техника. Давайте табличку оставим в сторону. Сумма реконструкции составила немало денег. 230 миллионов рублей. Работы вела компания ООО «Скиф». Работы здесь велись по федеральной целевой программе строительства и реконструкции набережных в Крыму. Как я говорю, набережная должна была быть закончена в октябре 2020 года. Но закончили ее, сдали, так сказать, только в начале 2021 года. То есть сроки уже отодвинули, оттянули и немножко просрочили. Ну, немножко, ничего страшного, лишь бы было сделано хорошо. Но суть в чем, ребята, многие жители семьи заместные жаловались, что когда они приходят посмотреть на то, как проходят работы здесь, они видели, что никто не работает, людей нет. Так вот, почему же это происходит? Компания «Скиф» – это общество с ограниченной ответственностью. Уставной капитал ее, я нашел такие данные, всего лишь 10 тысяч рублей. И работников там числится не 900, не 90, а всего 9 человек. То есть поручили такой серьезный объект компании, которая не обладает финансовыми средствами и работниками, рабочими. Да, я понимаю, что компания-подрядчик может взять субподрядчика, но как-то это нечестно тогда получается. Сейчас вы увидите фотографию, как должна выглядеть эта набережная. Посмотрели? Ну, а теперь мы вместе с вами прогуляемся по этой вновь сданной набережной, посмотрим, что здесь творится, и все вам покажем и расскажем. Место, на котором в данный момент мы находимся, я так понимаю, предназначено для парковки личных автомобилей, людей, которые приезжают сюда на этот пляж, на эту набережную. Но что мы видим? Парковка не оккультурена. То есть положены бетонные плиты, швы даже не затертые, все в таком состоянии. Также, к вашему вниманию, мусорные баки и возле мусорных баков срач, хлам, оставленный строителями. Идем дальше. Набережная заасфальтирована. Я, конечно, не понимаю, с какой целью положен асфальт. Это что, автомагистраль? Это что, трасса Таврида? Ну, как-то вот такое решение приняли строители, которые занимались реконструкцией этой набережной. Представляете, люди, которые будут приходить сюда на пляж, на набережную, в самую жару этот черный асфальт будет раскаляться. И какой жар будет от этого асфальта идти? Мало того, что и так в Крыму летом жарко, невыносимо бывает жарко, пересыхает все. А еще жар от этого асфальта. Ну, а дети, они вообще любят бегать по набережной босиком. Представляете, какие ожоги будут получать люди своими ногами? С правой стороны соскладированы старые покрышки. Я так понимаю, они использовались во время реконструкции, но их здесь оставили. Моему горячо любимому Крыму как-то не везет с реконструкцией и строительством набережных. Я уже снимал видео о набережной Терешковой в Евпатории. Реконструкцию, которую начали, бросили и теперь ведутся судебные тяжбы. Также я вам рассказывал на своем канале, снимал видео о строительстве Коломитской набережной. Это абсолютно новая набережная. Строительство начали, строительство велось с нарушениями. Потом строители покинули объект. И все это вот в таком состоянии, в ужасном. Кто не видел эти видео, пожалуйста, посмотрите на моем канале, вы будете шокированы. Возвращаемся к набережной Семиза, к центральной набережной Семиза. Ребята, раньше вот здесь на этом месте были различные шауманы, так сказать, общепит. Мне немного непонятно. Реконструкция набережной закончена. Вот у меня такой вопрос к подрядчику. Если он меня вдруг посмотрит или кто-то ему скажет, посмотрите это видео. Вот эти объекты не входили в реконструкцию. Их не нужно было сносить. Теперь же давайте выйдем вместе с вами на пляж. По задумке проектировщиков, этот пляж должен быть песчаным. Какой камень здесь насыпали, я вам покажу позже. Но смотрите, вот это вот перед вами пандус для людей, которые приходят на пляж с колясками, для маломобильных граждан. Вот мне непонятно немного, как попасть на этот пандус. Всего лишь кусочек этого пандуса. До пандуса камни. Это не галька морская. Ребята, это карьерный камень. Да, я понимаю, что невозможно набрать морской гальки. Очень много привозят карьерный камень. И им отсыпают новые набережные. Но это делается перед зимними штормами, чтобы море обкатывало эти камни. Теперь давайте же ради интереса я покажу вам один из камушков. Вот моя ладошка. Она не маленькая. Вот этот камушек. Это еще не самый большой камень. Значит, и представьте, как ходить летом в шлепках, в сланцах по вот этим вот камням. Как можно ходить, как здесь можно постелить подстилку и лежать вот на этих камнях. То есть у меня в голове не укладывается. Опять же, маленькие дети, которые любят бегать по пляжу босиком. Это их любимое занятие. Ну, я думаю, комментарии излишни. Продолжаем свой обзор этой набережной. Такое впечатление, что мы в данный момент находимся в каком-то карьере, где только что взорвали породу. И вот этот камень валяется. Вы сами видите, ребята, но это не карьер. Это пляж центральной набережной. На южном побережье Крыма зимой очень сильные шторма. Летом также бывают шторма, но они поласковее, потише, будем говорить так. По задумке проектировщиков, чтобы защитить этот пляж, тем более он должен был быть песчаным, задумано сделать берегоукрепительные молы прямо в море. Ребята, ну вы видели сначала, какой мол сделали. И там вот один, и чуть дальше второй мол. Они находятся недалеко от пляжа, как бы сказать, в лагуне. Но я боюсь, что эти молы не помогут всему этому. Даже сейчас, вот сейчас, ребята, только посмотрите, вот вдоль берега, сейчас направим вам камеру, был шторм, вот буквально секундочку, был шторм. И смотрите, как отодвинуло вот это вот. Я не могу назвать это галькой, карьерный камень, на какую высоту все это вымыло. То есть эти молы, они уже не выполняют свою функцию. Я не знаю, как думали строители над этим. Ну, у меня в голове не укладывается. Я только что сказал, что у меня нет слов. Я нашел слова, друзья. Слова такие. Да, по проекту здесь должен быть песчаный пляж. Многие мне могут возразить, что ты критикуешь, будут еще делать, насыпят песка, сделают вместо этих шауманов, сделают под один стиль, как увидели на фотографии, общепит. Все будет прекрасно, люди будут гулять, отдыхать. Ведь Семеиз, это же наш Семеиз. Ребят, ну это еще и мой Семеиз. И мне непонятно, когда выделены суммы денег на полную реконструкцию, а получилось даже не половинчатое, будем говорить так, это угробили, угробили это место. И уже многие жители Семеиза говорят, что лучше бы оставили то, что было. Они делали вот это вот. Я даже не могу слов подобрать, как вот это вот назвать. Это, ну, подобрал, вредительство. Теперь все это, можно сказать, пляжа. По ступенькам поднимемся наверх набережной. О ступеньках. Ступеньки, ребята, ужас. Вот так все это выглядит. Со стороны все замазано, перемазано. Я не понимаю, как можно было принять эту набережную, уже и подписать документы. Это стена набережной. Она вся залатана цементом. Материал использовался некачественный. Простой человек по ступенькам легко поднимается и попадает на набережную. Но если это женщина с коляской, или же человек с ограниченными возможностями, подняться уже невозможно. Да, поставили на набережной урны. Опять же, асфальт. Ребята, для чего? Швы в асфальте. Вы сами все это видите. Стена набережной. Опять же, осталось в таком состоянии. И, ну, самое небезопасное, что можно оставить на набережной после ремонта. Это вот такие силовые провода, скрученные, слегка примотанные изолентой. Вы сами видите, вот так валяются эти силовые кабеля. Это силовой кабель освещения вечернего. Возможно, электричество отключено. Возможно. А может быть, все это и под напряжением. Продолжаем движение по набережной. И что мы видим? Центральный вход с набережной на этот, можно сказать, пляж. Все жаловались, что пляжа осталось очень мало. Ну, вот, пожалуйста, смотрите. Вот спуск с набережной. Ведем камерой. И вот вам уже море. Так что я не понимаю, для чего затеивалась вот эта вот реконструкция за огромные деньги, если пляжа здесь не осталось. Здесь, это, можно сказать, брусвер. Брусвер для защиты от неприятеля с моря. Высоты в этом месте он, ну, метра четыре. Опять же, возвращаемся к той инфраструктуре, которая была разрушена. И, как мы видим, здесь остался мусор, грязь. Когда-то здесь были места общепита. Вот написано, остров-сокровищ. Люди здесь отдыхали. Да, пускай пляжа практически не было. Набережная была старая. Но, ребята, здесь можно было находиться без риска за свое здоровье. Валяются гвозди, саморезы. Спилили столбы. Все это вот так рваные края. Так и остались. Арматура. Вот так выглядит ремонт набережной в Семиизе. Скоро сезон. Ребята, скоро сезон. Уже март месяц. Сезон уже не за горами. И первые отдыхающие, именно люди, которые любят пляжный отдых в Семиизе, приедут сюда в мае месяце. Что они увидят? Они увидят разруху в своем любимом Семиизе. И давайте я еще скажу про набережную. Смотрите, вот шов между плитами стены набережной. Не прошло и месяца. Шов полопался. Все поползло. Мы вместе с вами дошли уже практически до конца набережной. Вот именно вот эти ворота возле пирса, они были закрыты во время реконструкции. Здесь все было закрыто. И мы сейчас выйдем в то место пляжа Семииза, где люди отдыхали два года. Именно, я говорил, маленький пляжик. Люди уйтились на нем. Я вам его, конечно же, покажу. Но на что хочется еще обратить внимание. В акватории этого маленького пляжа торчат железные сваи. Сейчас мы выйдем на причал, на этот старый причал. Он не в аварийном состоянии. Он в нормальном состоянии. Вы видите, вот там в море торчат сваи, трубы. Когда главу фирмы-подрядчика просили о том, чтобы он спилил, потому что технику они нанимали специальную, чтобы отсыпать молы. Водолазные работы они тоже проводили. Их просили спилить эти сваи. На что он сказал, что нет возможности, потому что это еще отдельный проект нужно проектировать. Да, возможно, так и есть. Нужен отдельный проект. Утверждать этот проект нужно. Изыскивать финансы. Но, ребята, все так и осталось. А это травмоопасно. Ну, давайте из хорошего. На пляже люди фотографируются. Даже купаются. Чтобы пройти центральную набережную на маленький пляж и также в обратную сторону, вам нужно пройти вот такой небольшой тоннель страха. Вот эта вот штукатурка под шубу, если так можно назвать, находится в ужасном состоянии. Все это грязное, а как я говорю, скоро сезон. Ракушка, ракушняк не отштукатурен. То есть вы, даже если взять то, что набережную сделали бы прекрасно, великолепно, по проекту, переходя с набережной на маленький пляж, попадаете, как я вам говорю, в тоннель страха. Теперь мы находимся на небольшом пляжике, на котором два года отдыхали люди, где пока шла реконструкция центральной набережной. Вы сами видите, пляж не очень большой, но, ребята, здесь уже обкатанная галька, камень обкатан. И вам самим принимать решение, или же идти на просторную территорию, где огромный булыжник, или отдыхать здесь в скученности, но не подвергая свое здоровье риску. Вы только что увидели, как угробили набережную Семеиза. Действительно, ребята, мое мнение угробили. Свое мнение, пожалуйста, напишите в комментариях. Я все ваши комментарии читаю, так что всегда буду рад вашим комментариям. На этой ноте я хочу это видео закончить. И встретимся в следующем выпуске.